Форум «Зеленая планета» сегодня в Тюмени, он проходит в нашем городе в 12-й раз. Участником может стать любой желающий в возрасте от 7 до 18 лет. В конкурсной программе много номинаций. Это фотографии, рисунки, поделки, видеоролики, исследовательские работы. С места событий наш корреспондент Ирина Кузнецова. Ирина, расскажи, что интересного у вас там происходит. Да, Катерина, здравствуйте. Около 200 участников со всей области принимают сегодня участие в заключительном этапе форума «Зеленая планета». Вообще, это общероссийское экологическое детское движение, которое объединяет по всему миру уже 2,5 миллиона человек. Хотя по всему миру, конечно, больше. Это по России только 2,5 миллиона. В Тюменской области, конечно, чуть поменьше, но тем не менее самые активные принимают участие. Был заочный этап конкурса, где ребята представляли свои работы. И сейчас очный уже финал, где отобраны буквально лучшие из лучших. И ребята каждую свою работу вынуждены сейчас защищать. У меня в руках не просто кружечка, здесь чай. И вам чай. Все потому, что Марина из Тюмени провела определенное исследование и выяснила, где у нас в области растет он самый вкусный. Расскажи, пожалуйста. В основном он растет в местах, где нет антропогенного влияния. То есть человек как действует на природу. Или это антропогенное влияние минимально. Ну, в основном он растет в затененных местах, где солнечные лучи как бы падают на него непрямо. Из-за этого и листья крупнее, и цветы. И он вкуснее получается. А почему решила доработанную эту тему сделать? Ну, у меня получается брат дедушки около энергии собирал растения какие-то и ферментировал их. Я один раз приехала к нему и увидела непонятную заварку, попробовала, это казалось вкусно. Я спросила, что это, а это ферментированный Иван-чай был. И тем более еще из разных пакетиков, он по-разному его ферментировал, были чаи с разным вкусом. И я решила поинтересоваться, сделать исследование, почему так произошло. Ну, а я добавлю, что детская любознательность, желание сделать мир лучше и чище, приводит к таким вот исследованиям. Победители сегодняшнего этапа конкурса отправят свои работы в Москву для участия в таких же конкурсах, только уже на международном уровне. Студия. Спасибо, Ирина. Приятного вам чайпития. Ждем в редакции. Напомню, что в Тюмени проходит форум «Зеленая планета».